Продолжение следует... 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 что вы меня поняли. Я представился, представьтесь, пожалуйста. Потому что здесь уже вот эти коррупционные схемы, вот эти крышевания, они уже будут здесь искореняться. Отлично. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Мостолов. Очень приятно. Вам показать байджик мой? Покажите, если есть. Я же показал и представился официально. Вот. Ну, байджик. Отлично. Ну, если можно, на камеру. Я видел. Видел такие байджики. А теперь скажите мне еще что такое? Владимир, по-моему, да? Да, не заходили. Владимир. Дайте мне ответ. Ну, вы увидели в нас какие-то нарушения? Нет, не в коем случае. Не в коем случае. Я просто с вами разрушиваю, чтобы вы, давайте так, в правовом поле, это все, что ли ваше действие, которое будет незаконно, этот человек может потом оспаривать. Да, да, согласно. Давайте как-то выработаем схему. Я просто не хочу. Я знаю, как здесь было. Здесь это называется тема очень простая. Одни проезжают, другие потом начинают крышевать. Вот с нами, вот у нас принципиальная позиция. Вы всех подлецов будем уничтожать. Отлично. Мы делаем то же самое. Вы можете это как бы записать. Мы делаем то же самое. Областная администрация прекрасно это знает, и поэтому мы вот на все вот эти проблемные, проблемные маршруты, проблемные карьеры, мы все будем уйдать. Поэтому, если у вас есть, делайте обращение, вы можете к нам обратиться. Если мы можем правоохранительные органы обратиться, они тоже будут. И мы вместе будем их контролировать. Да, вы работаете. Это все. Совершенно достойно. Больше вы потребовать ничего не можете. Да, да. Нет у вас такого права. Сейчас давайте разговаривать. Владимир, смотрите, у меня теперь к вам есть встречные разговоры. Я у вас вас послушаю, да? Вы послушайте меня. Во-первых, мы свои позиции как гражданской суспенции, и в то же самое, как гражданской организации, ни в коем случае не нарушаем. У нас поступила зварная. Согласно зварной, мы определили. Мы приехали сюда. Увидели картину. Попробовали спросить документы. Нам ответили, что никаких документов нет. Люди работают. Люди работают. А, работают. Деятели работают. Никаких документов нет. Мы работаем. После чего мы смешались, и выясняли трудовой пилот. Давайте я закончу, потом работе с удовольствием. Потому что нельзя в такой манерой ввести такое... Да, нормально, это манера. Это называется диалог. Если вы не умеете диалог, у нас только монолог. Ну, хорошо, я готов вас слушать. Мы сказали вопрос, нам ответили, что-то не было. Мы работали с удовольствием. Мы просили номер телефона. Мы дали номер телефона в хозяин. Связались с хозяинами. Хозяин сказали, я ничего никому предоставлять не буду. Я не знаю какой организации, кто вы такие и тому подобное. Начали поступать угрозы к телефону. Мы предложили хозяину приехать. Естественно. Я с ним лично рассказывал. Я ему сказал, приезжайте сюда, хорошо, будете нас парковать, штамповать, что хотите делать. Приезжайте сюда. После нескольких часов ожидания, я так понимаю, это было с полдевятого утра, сейчас уже второй час, мы все-таки дождались хозяина. Теперь мы задаем один единственный вопрос. Предоставьте нам, если у вас есть документы, разрешающие вам производить добычу песка в данной местности. Мы развернулись, извинились и уехали. Если такого документа нет, уважаемые, еще раз повторюсь вам, это статья. И эта статья подразумевает 8 лет лишения свободы. Вот стоит представитель органов. Он подтвердит мысль. Поэтому мы задаем один единственный вопрос. Покажите, пожалуйста, в присутствии милиции, что у вас есть разрешающие документы на производение этих работ. Они есть или нет? Простой вопрос. Если они есть, мы посмотрели, извинились, развернулись, уехали. И тогда можем с вами сотрудничать. Если же нет этих документов, то тогда у нас будет вопрос к вашей организации. Почему вы занимаетесь крышеванием данного бизнеса? Причем это сейчас, чтобы вы понимали, идет в прямом эфире. Спильно ТВ. Раз. Медиа Сотня Майдана 2. Пик. Тоже самая трансляция. И завтрашний день, это будет по этому поводу пресс-конференция. если мы сегодня не увидим всего остального. Все органы, в том числе и прокуратура, предупреждены об этой ситуации на сегодняшний день. Поэтому один интересный вопрос. Покажите, у человека, который приехал на здоровье, вот этого правоохранителя, да, у них еще приехала четверо. Есть какая-то там комиссия, какая-то выездная, где-то приехала четверо. А где они? Вот один. Вот второй. А вы третий. Еще девушка с телекамерой, которая снимала, и она тоже уехала. Ну вот по какому? Вы по поводу выезда, или по поводу того, что вам... Вызова. Закрешает выезжать, да? Технику додатировать, или по какому выезжать? Или по вот этой информации? Они по нашему званению собирают пояснения. Пока собираются только пояснения. Никто ничего... Никто никаких уголовных дел не заводит. Уголовные дела только заведутся тогда, когда мы будем четко понимать, где документы, есть они или нет. Потому что по данным тем, которые у нас поступили из экологии, никаких документов нет. Есть документы на разбудову противопожарных хозяинах. Предоставить, пускай ваш хозяин, документы на немастую. Ну, вы же приехали защищать его. Ну, вы приехали защищать его. Вы приехали защищать его. Если вы приехали разобраться в ситуации, давайте... Да, в вашем случае, как тоже громадской организации... Я вас вышла, вы имейте уважение, тоже выслушать. Во-первых, говорить о том, что это наш хозяин, это помешаемые, некорректно подвешиваю. Извиняюсь. Да. Мы таких же подлецов, если это подлецы, мы будем наказывать. Потому что это как бы областная администрация, мы там находимся, и мы занимаемся всеми проблемными вопросами, которые находятся в области. Это и карьеры, и маршруты. Ну, так довело, что мы как бы там есть, и занимаемся. Это вот первое. Повторю, человек обратился к нам по поводу того, что уже не первая организация, которая сюда приезжает, и в итоге потом требует денег. Понимаете, что делать? Абсолютно понимаю. Вот. И поэтому вы в наших глазах выглядите, как еще одни, которые приехали потребовать денег. Ну, как бы вы мне сказали, я вам сказал. Ну, как есть, так и говорю. Как бы мне тут... Абсолютно. Дальше. По поводу вот этих работах, я думаю, что они на самом деле по поводу трудового договора, ну, как бы, думали о том, что вы их спрашиваете. Они по поводу документов на вывозы, какие-то разрешения? Мы спрашивали у них официальное их трудоустройство. Что они ответили, что они официально? как-то сейчас предусматривает трудовой договор на полгода. Вы знаете об этом. Да. То есть, они как бы... Есть у них трудовый договор. У него даже нигде не регистрировать. Нет. Они все. Они получают трудоустройство. Вопрос по карьеру, да, я согласен. Надо посмотреть. Надо посмотреть документы, результаты. Потому что таких карьеров в Киевской области как минимум, сколько тут. Ну, да. Ну, мы знаем официально. Так оно, как бы, по каждому... Далеко кредит не надо. Выезжайте на детскую трассу. Там делают дорогу. Есть песок. На левой. Если вы не приехали сюда заниматься какими-то отжимами, спросите у кого-то денег, то увидите это по реакции. Мы не просим у человека денег. Мы приехали, выяснили ситуацию. Мы приехали не просто так, мы приехали с телекамерами. Все это транслируется. На самом деле телекамеры я могу десяток набрать, снимать и рассказывать документы. Не вопрос. По сути. Мы сейчас смотрим что? Мы смотрим документы. Мы смотрим документы. Все. Документы есть, вы разворачиваете эти видео. Абсолютно верно. Если захотите, пишите, как бы, обращение, мы вместе с вами, коллегиально, можем заниматься, рассмотрением проблем. Абсолютно верно. Подписывайтесь на наш канал. Абсолютно верно. Зафиньми будут, подождались. А вы завтра, может сказать, я думаю, неிрёшься. Предоставили документы? Нет. И где? Да. А можем посмотреть? Нет. А вы знаете, почему не можем посмотреть? Бумагу давайте. Я могу так, с assumptions. Это проект, дозволы, все помнятки. Ну вот покажите, если мы не правы, мы извиняемся и унижаем. Мы имеем право посмотреть эти документы. Я правильно говорю, товарищи? Мы имеем право посмотреть документы? Покажите нам, пожалуйста, документы. Так же, как и вы. Мы хотим посмотреть документы. Правильно. У вас написано «Расчистка та реконструкция пожежных водоемов». Лицензия есть у вас на выдобуток песку в данном районе? Там и будильные работы. Входы, вывези песчаногрунтовых солнышек. Что мы делаем? Вы можете сказать, что это песок? Да, я могу сказать, что вот песок. А вот это что? Нет, это я могу сказать, что это грунт родился. Это я могу сказать, что здесь еще на этом грунту был лес, который вы тоже нелегально вырезали. Где вот это вот, где вот это то песок или песчаногрунтовый солнышек? Это кусочек. То песчаногрунтовый солнышек. Здесь был лес, который вы вырезали, а теперь начали добычу песка. Вы установили, вот там вот у вас стоит, механизм, который называется... Как он называется? Как называется механизм? Все слушают? Изумные снаряды. Это неправильно. Благодаря которому вы добиваете там песок. Это не земснаряд. А что вы делаете? Вы даже не знаете, как он технически правильно называется. Да мне все равно, как он технически правильно называется. Это большое дело. Вы сейчас показываете документы, подтверждающие то, что вы имеете право устраивать противопожарные водоемы. Но это не дает вам право вырезать лес и мыть песочек и этим песочком торговать. Значит скажите, вот это... Элементарно. Для выдобудки песка есть лицензия. Скажите мне... Понимаете? А вот это скажите, скажите мне, пожалуйста... Выдаем как сделать? Для этого есть вон площадки пустые, где нет леса. Скажите мне, пожалуйста, это лес? Вот это лес. А вот это? Это тоже лес. Это не леса. А что это? Это самосед. Да? Да. Значит лес. Есть схемы, как дыберяно, паранумерованно, рассчитано, измерено. Это все леса. Это самосед. Он лучший. Подождите, пожалуйста. Давайте нажимаем. Вы можете показать еще лицензию на то, что у вас есть дозвие на бюджетописанное? Значит у меня есть дозвие на бюджетописанное. Мы позволяем иметь по цене дозвию и вложить отсюда песчаных бомбардировщиков. Все, все услышали? Да. Милиция, вы услышали? Я думаю, что у человека есть дозвие на бюджетописанное, но не на вывоз песку. Тогда объясните, пожалуйста, зачем вы моете песок, вывозите его и продаете своими машинами и машинами, которые приходят у вас покупать этот песок. Потому что это мое право как предприниматель. Да что вы такое говорите? А где тогда лицензия, право предпринимателя добывать песок и реализовывать? На сегодняшний день это вот песня. Еще могу покрасить в красный цвет. Какая статья за это? Ребята, значит, нету такой... Номер статьи. Номер статьи. За без лицензии выдобуток песку надо разъемлить. Назовите, пожалуйста, статью, которая позволяет данному товарищу отсидеть в тюрьме с конфискацией майна 8 лет. Вот он объяснит. Значит, я вам расскажу больше, чем знаете вы. Потому что песок это надо, а песчано-сумиш это не надо. У нас есть бумага, заключение, что это есть песчано-сумиш. Я попрошу в присутствии телекамеры, Олешек, возьмите, пожалуйста, пакетик и наберите, пожалуйста, вот эту песчаную сумиш, которая намыта, чтобы мы отдали в экологию на экспертизу. Для того, чтобы они подтвердили, что это песок мытый, а не песчано-сумиш. И параллельно наберите еще пакетик вот действительно песчаной сумиши, вот этой черной, которую они огородили. А вот теперь выводим вот дальше, вот этот пак, на котором мы говорили. У человека лицензии на виде вот этих нет. И дальнейшее наше действие вы увидите сегодня и ближайшие дни. А вас, уважаемые, будут вызывать уже соответствующие органы, то есть прокуратуру. Ну, если бы я не встречался и не выходил до высшего арбитражного суда по этим вопросам, то я бы сейчас вас слушал, я вас бы сейчас слушал бы вот так с открытым ртом, то, что вы говорите. А так как я через все это прошел, я это все знаю. И я знаю, кто выдает документ на надрад и как это. Значит, чтобы вы знали, вот эта вся территория на сегодняшний день исследована и лежит, как заряжет, гранитного надра здесь, гранитной камеры, то есть карьер. Вот здесь два метра под этой песчаной громкостью идет зеленый глыб и идет щелик. То есть в перспективе здесь будет карьер. Как вы можете на надра одни наложить надра другие, это только вы свои фантазии можете наложить. Во-вторых, значит, у нас в Киевской области есть... У вас есть лицензия на добудет... Да, у нас есть, да. Вот, слушайте меня, я с вами не шума. Значит, вот у него есть лицензия, мы по ней будем делать. И потом он будет отбывать, когда он продлит себе территорию. На территории Васильковского района есть два месторождения песка. Там глубина, значит, чтобы надрами называться, нужно, чтобы по геологическим исследованиям глубина заряжания песка была больше 24 метров. Вот если вы сейчас мне здесь покажете 24 метра песка, тогда вы можете что-то рассказывать. Во-вторых, этот песок, он должен быть и иметь идеальную чистоту, и он позволяет сразу же, без всяких использований механизмов, как вот мы используем, выкоррестовывать его в строительстве и тому подобное. Это песчано-сумеший, ее нельзя на сегодняшний день использовать в строительстве, не на средства дорог ничего. Мы сегодняшний день своим предпринимательским способностям перерабатываем его в кондицию песчано-сумешного. Вот это песок. Вы сейчас его повзете, и любая лаборатория вам скажет, что это не песок, это не речковый песок, это песчано-сумеш, после працы зимснаряда. Все мы вам расскажем. Отлично. Вы нам рассказали, что вы зафиксировали все. Там мы зафиксировали. Вы указали пояснению, что у человека лицензия не на добычу песка, а на добычу на будильность. Мы документы в любом случае заразберем всех серок подпендар. Запрашивали. Конечно. В любом случае. Отлично. Еще раз представьте, пожалуйста, для камер, кто вы, что вы. Рукудово, я имею в виду следствия. А вы, товарищи журналисты, с какого канала вы? С Пельнативи. Старший? Какой руководил важный? С Пельнативи. А можете дать телефончик, чтобы я позвонил и уточнил ваши журналисты? Дайте, пускай я не запишу, а потом вы заходите в свой журналист. Сторона вашего способностей. Насколько вы там законно сюда приехали? Кребески. Ребята, вот это, что вы хотите сейчас сделать, надо делать не вам, а милицию. Потому что, чтобы это... А это уже не имеет значения, им или милиция. Они сделают это при телекамерах. А милиция сделает соответствующий забор. Они должны взять это, опечатать. Уважаемый, я еще раз повторяюсь, милиция в данной ситуации точно так же занимается крышеванием этого бизнеса. И в данной ситуации вы как раз, получается, те, кто как раз и крышует этот бизнес. Потому что вы приехали защищать интересы человека, который не имеет лица. Я вам это докажу, но докажу уже в другом порядке. Поэтому мы, как громадянское суспельство, имеем право пойти, взять экземпляры этой суммы. Вы Леру знаете воров в законе? Как называется? Вы уже апеллируете воров в законе? А я знаю, что мы с ним на том. Да что вы? Откуда? А кто такой Валера? Мне такая информация. Запишите, пожалуйста. Вот этот человек знает воров в законе, его зовут Лера. Так вот, еще раз повторяю. Для того, чтобы люди сейчас пошли и взяли песок на телекамерах, это их вопрос. Они могут взять, это незаконно будет потом, это можно будет ему потом... Ну, потому что это нужно взять и постоять на этой печать, запломбировать. То есть, опечатать милицию. Я вам объясню, что... Ну, потом он... И потом он... Вас как зовут, может, Владимир? Потом он скажет, что вы взяли, пошли высыпали и набрали другого песка. Владимир, а я вас сейчас перенужу. Да не надо мне, я... Командская организация, благодаря своему звенению, она может провести такой себе забор песочка, отдать его в экологию, для того, чтобы они провели там исследование. Песок это или все еще это какая-то сумма. Вот когда они проведут и дадут на наше официальное звенение, что это песочек, то это будет приложено точно так, чтобы сидеть. Для тех, кто не понимает русской речи, я объясняю, что для того, чтобы взять и сделать эту экспертизу, надо, чтобы этот песок доехал до экспертизы, и никто потом не сказал, что это не тот песок, не отсюда. А он доедет, потому что он снимется при телекамерах, в присутствии органов. И что? Ну высыпется там за углом, наберется другого. Я не в том плане, что я за кого-то. Я в том плане, что если нужно все делать, то нужно делать по-правильному. Нужно взять, отпечатать. Нет, я не делаю одно. Я вам просто подскажу, как это делается правильно. Так мы сделаем это правильно. А просто набрать хейтик, а милиция поставит свою печатку. А милиция должна поставить свою печатку. Я же про это же говорю. Я же про это же тоже саму говорю. Потому что просто набрать песок и пойти куда-то. Это бесполезное занятие. Они должны печатать, они должны это все выводить. Олег! Олег! Идите, берите песок под камеру. Вы будете описывать дальше все остальное? Конечно. Отлично. Потому что все то же самое происходило там. Там это где? А вот где база сейчас находится.